Александр Соловьёв – яркий актёр с бездонными голубыми глазами, который прославился после выхода киноленты «Зелёный фургон». Кем были три любимые женщины Александра Соловьёва? И почему артист скоропостижно скончался на 48-м году жизни? Ещё студентом привлекательный блондин с голубыми глазами пользовался популярностью у противоположного пола. Однако первую настоящую любовь он встретил лишь на третьем году обучения. Отношения Александра и первокурсницы Людмилы Радченко тогда обсуждал весь ГИТИС. В 1971 году студенты сыграли скромную свадьбу, а спустя год у них появился сын Саша, названный в честь отца. В 1973 году дипломированного актёра пригласили в театр имени Маяковского, а уже через год он перешёл в Центральный детский театр. Там молодой человек влюбился в ведущую актрису Людмилу Гнилову, которая была на 8 лет старше его. Вот только чувства Александра оказались невзаимными. Женщина была замужем за актёром Николаем Кошириным и воспитывала шестилетнюю дочь. Вскоре Соловьёв и Гнилова оказались задействованы в одной постановке. На репетиции они долго отрабатывали сцену, а когда та, наконец, удалась, радостная Гнилова поцеловала Сашу в щёку. Счастливый Соловьёв рассказал супруге о своём новом увлечении и этом поцелуе. С тех пор окрылённый актёр практически перестал ночевать дома, а его жена очень переживала из-за этой ситуации. Много плакала, но ничего не могла поделать. Она боялась остаться одна с маленьким ребёнком на руках. Александр тем временем ежедневно караулил Гнилову у подъезда её дома, чтобы с утра проводить в театр, а после репетиций обратно до самой квартиры. Как-то Людмила совершенно случайно узнала от своей соседки, что Соловьёв всю ночь проводит в её подъезде. Он спит на верхних этажах на матрасе, который ему отдала та самая сердобольная женщина. Тогда Гнилова поняла, что пора образумить настойчивого ухажёра. Она пригласила Александра и его супругу Людмилу к себе домой. Серьёзный разговор с Николаем Кошириным, мужем Гниловой, помог Соловьёву прийти в себя, вспомнить про любимую жену и сына, а что самое главное – оставить попытки ухаживать за замужней женщиной. Идиллия продолжалась три года, а после Гнилова узнала о тайном романе своего супруга. Его пассия ждала ребёнка. Развод не заставил себя ждать. Когда об этой новости узнал Александр, который всё это время продолжал тайно любить актрису, он тут же расторг брак с Радченко и побежал к возлюбленной. Вскоре Соловьёв и Гнилова сыграли свадьбу, а в 1979 году в семье появился сын Михаил. Супруги были счастливы вместе, и только при страсти Александра к спиртному омрачало семейное благополучие. При губить Соловьёв любил ещё с юности, однако на работу способности талантливого актёра эта вредная привычка никак не сказывалась. В 1983 году, во время съёмок «Зелёного фургона» Александр познакомился с Дмитрием Харатьяном. Тяга к спиртному сблизила артистов, и в какой-то момент коллеги даже пытались побороть этот недуг, заменив алкоголь на томатный сок. Вот только продержались они недолго. Гнилова вспоминала, как её муж с Харатьяном могли расслабляться при помощи спиртного на дачах знакомых или в ресторанах. Изначально женщина не придавала этому значения, ведь супруг всегда в тот же день возвращался домой. Вот только режиссёры, узнав про пагубную привычку Соловьёва, всё чаще стали отказывать ему на пробах. В лихие 90-е Александр Иванович даже устроился таксистом, но на новом месте работы он долго не продержался. Люди его часто узнавали и критически отзывались о нём. Оставшись без заработка, Соловьёв ушёл в себя и стал искать утешение на дне бутылки. В какой-то момент бывший актёр осознал, что так не может продолжаться вечно, и стал просить помощи у супруги. Людмила Гнилова собрала последние деньги и отправила мужа в лучшую реабилитационную клинику. Там Александр Иванович случайно встретился со своей первой юношеской любовью, актрисой Ириной Печерниковой, которая тоже страдала от алкоголизма. Бывшие артисты сразу почувствовали симпатию к друг другу, но предпочли остаться друзьями. Соловьёв испытывал чувство вины перед женой и сыном Михаилом. Он не мог бросить семью, которая так много для него сделала. Лишь 8 лет спустя Александр Иванович решился оставить жену и сына ради Печерниковой. Людмила Гнилова, которая делила с мужем горе и радость на протяжении 20 лет, отпустила его без скандала. Соловьёв и Печерников скрепили свой союз только перед Богом. Влюблённые обменяли большую квартиру Ирины Викторовны на более скромную, а на оставшиеся деньги приобрели домик под Ярославлем. Московскую квартиру они сдавали, а сами жили за городом. Там Александр Иванович ловил рыбу, занимался хозяйством и грезил о карьере писателя. Вот только с каждым годом он всё больше приходил к мысли, что такая жизнь ему не по душе. Мужчина стал часто навещать бывшую супругу и сетовать ей на свою судьбу. С Ириной Печерниковой актёр прожил три года, однако большую часть времени он тосковал по Гниловой. Новый 2000 год Соловьёв планировал праздновать с Людмилой Гниловой и сыном Михаилом, однако за неделю до торжества он будто испарился. В ночь с 25 на 26 декабря прохожий обнаружил на улице человека с тяжёлой травмой головы. Мужчину, личность которого никак не удавалось установить, увезли на скорой. Неделю он пролежал в реанимации, а 1 января 2000 года ушёл из жизни. Актёру на тот момент шёл 1948 год. Лишь спустя месяц в Соловьёве признали того самого красавчика из зелёного фургона. Когда личность Александра Ивановича была установлена, позвонили на удивление Дмитрию Харатьяну, который и оповестил о случившемся Ирину Печерникову. К сожалению, тяга к спиртному загубила карьеру талантливого актёра. Скорее всего, именно она и стала причиной его гибели. А нам лишь остаётся пожелать всем близким Александра Соловьёва всего наилучшего. Светлая память прекрасному актёру. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.